Тема, которая, в общем-то, пришла мне в голову абсолютно случайно, но при этом, мне кажется, эта тема, которая как никогда лучше объясняет то, что происходит с нами сейчас, но и главное, что происходило с нами на протяжении всего вот этого сложного, динамичного и необычного 20 века. Когда-то один английский историк, его зовут Эрик Хоббсбаум, он сказал, что существует история, которая делится на разные периоды, и вот 20 век, он придумал для него особое название, он назвал его короткий 20 век. Вот казалось бы, да, как век может быть коротким? Можно говорить о том, что, да, век это от 1900 до 2000 года, вот он целый век. Но нет, с 20 веком как-то получилось иначе. Россия пережила за один 20 век революцию, которая получила, которая неожиданно стала гражданской войной. Россия пережила еще более раннее время другую революцию, которая сначала чуть ли не изменила ее окончательно. А в конце 20 века она пережила нечто такое, что даже до сих пор историки не могут объяснить. То ли мы пережили после перестройки революцию, то ли мы пережили какой-то распад, то ли мы пережили абсолютно новый кардинальный сдвиг в нашей истории. Мы так до сих пор и не понимаем, что мы пережили в 90-е годы, начиная с перестройки и заканчивая лихими 90-ми, да, как мы это называли. Но когда Хоббсбаум говорил про короткий 20 век, он считал, что этот век начался в 1914 году и закончился с распадом СССР в 1991. Он считал, что Россия вошла в этот век как одна из самых мощных государств мира, а ушла абсолютно распавшись на разные части, распавшись на государства, которые, казалось бы, не могут вновь объединиться, наверное, даже никогда. Но когда Россия входила в этот короткий 20 век, какой она была? Она была очень странным, интересным и одновременно очень богатым, сильным и крепким государством. Вот это удивительное ее противоречие. Одни современники Николая II говорили, что это колосс на глиняных ногах. Другие современники говорили, что это самое сильное государство мира. Третьи современники, как, например, американский президент Вудро Вильсен, считал, что это самая сильная демократия в истории человечества. Мы так и не поняли, на самом деле, кто мы такие в начале 20 века. Но как-то 20 век для нас очень тяжело начался. Сначала в 1905-1907 годах у нас свершилась первая русская революция, которую мы пережили с огромным потрясением. Россия самодержавной, абсолютной монархией, сильным царем во главе, стала сильной монархией с сильным парламентом. Мы даже не заметили, как это произошло. Николай II был против этой смены, Николай II был против этого эксперимента. Но, увы, для него он таки состоялся. Вряд ли, наверное, император знал, что этот сильный, интересный симбиоз сильного парламента и сильного царя приведет к тому, что в 1917 году именно этот сильный парламент его и свернет. Вряд ли он это понимал, вряд ли он это подозревал. Он не считался политическим правительством. Его вообще мало считали очень сильным политиком. Но, тем не менее, он таким был на самом деле. Россия вошла в этот век вот такой политически нестабильной. А вот демографически она была еще более интересной. Это была страна, которая за последние 60 лет, с момента отмены крепостного права, неожиданно взлетела в количестве населения. Неожиданно демографически она расширилась, усилилась. Это страна, в которой крестьянство, хоть и было преобладающей категорией населения, но, тем не менее, не только крестьянство было важно и сильно в этом государстве. А крестьянство тоже было сильно, вот это удивительно, это важно помнить, это важно подчеркивать. Самое интересное, что Россия пришла к началу этого короткого 20 века как сильная экономическая страна, без которой невозможно было представить современную экономику, без которой нельзя было вообще представить международные отношения, без которой нельзя было представить международную торговлю. Достаточно сказать, что всем зерном, которое в России производилось, мы практически кормили Европу. И все европейские лидеры это признавали, они этого не стеснялись. Вот такой мы были страной в начале 20 века. Но это была страна, которая была не готова к главному, она не была готова к переменам, к тем переменам, которые в итоге произошли. Вот многие говорят о том, что в 1917 году свершилась революция, но до сих пор как-то не могут найти и определения. В советское время ее назвали февральская революция, а потом октябрьская. В современном мире, в современном этапе вернулись к тому названию, которое бытовало в 1917 году. Мы стали опять говорить Великая русская революция. Ну вот, что это была за революция?